Чем отличается федеральный маркетинг от регионального? Какова специфика, особенности? Где сложнее, может быть, работать? Сложнее точно на региональном маркетинге, на уровне регионального маркетинга. Отличие простое, наверное. Мы, формируя федеральный промо-план, формируя нашу активность на основных каналах коммуникации, на ТВ, на счетах, мы отталкиваемся от того, что понравится и то, что заинтересует максимуму людей в нашей стране, максимуму клиент. Но при этом это не всегда хорошо сработает для какого-то определенной целевой аудитории. В каких-то городах наша реклама не так нравится людям, как в других, допустим. Такие бывают у нас такие кейсы. Плюс наш имидж не везде одинаковый, у нас не везде одинаковое количество магазинов, где-то нас знают лучше, где-то хуже. Поэтому на региональном уровне нам нужны адаптации, нам нужны какие-то дополнительные усиления или иногда изменения промо, изменения сообщения. Вот касаемо открытия. Все привыкли, что Эльдорадо это гигея и зашел вот это пространство огромное. Но вы же какими-то еще и маленькими форматами скрываетесь, верно? Да, мы с недавнего времени запустили новый формат Эльдорадо 600. Это маленький, относительно нашего прошлого, маленький формат для нас магазина, который все равно в себе совмещает все наши основные категории и способен представить максимум ассортимента на этой площади. Но это формат более удобный для нас именно с точки зрения большого количества открытий магазинов. Две тысячи, полторы тысячи квадратных метров не в каждом месте, не в каждом городе, не в каждом торговом центре можно открыть. В Эльдорадо 600 уже практически везде. Ну, то есть вы заходите с этим форматом в маленькие какие-то города? Как в маленькие города, так и в больших городах в формате магазинового дома, магазинового метро, в том числе и в Москве, тоже мы с этим форматом открываемся. Вот смотрите, когда мы общаемся с продуктовыми ритейлерами, они все нам говорят, что вот один из формирующих трендов, который сейчас заставляет их двигать и собственно производством и прочее все, это тренд на здоровый образ жизни. Отражается ли он как-то на специфике вашей работы? С точки зрения категории, во-первых, у нас представлены также разного рода гаджеты спортивные, которые с трендом здорового образа жизни, естественно, пользуются большим спросом. Это и всякие фитнес-трекеры, прослеты, это и разного рода электронный транспорт, который тоже бьется со здоровым образом жизни. Но и также с точки зрения здорового образа жизни, и тоже, наверное, больше в сторону экологии, мы отказались от пластиковых пакетов, и теперь у нас представлены только исключительно бумажные пакеты. Это тоже все ближе, ближе, наверное, не столько к здоровому образу жизни, сколько вообще в целом к защите экологии. Сейчас есть какие-то отличия вот именно в том, как вы знакомитесь с новой для себя аудиторией, с новым там городом, с новым, я не знаю, микрорайоном как-то вот это? Есть отличия и в подходах к поиску этих точек. Все-таки раньше мы были более аналоговыми, условно, это изучение мест воочию. Сейчас современные технологии позволяют знать практически все открывающиеся места, торговые центры, локации доступные, и изучить, и понять портрет покупателя, клиента, живущего в локации этой точки, что находится, сколько люди зарабатывают, где они покупают и так далее. Сейчас это возможно сделать онлайн и достаточно быстро. Но и также с точки зрения нас, с точки зрения маркетинга, уже дальше работа с этим магазином, когда мы его открываем, да, рынок меняется. Клиент уже достаточно давно стал более избирательным. Если раньше просто открытие нового магазина уже было праздником для этого района, и люди просто шли посмотреть, что там, а если ты еще делаешь какую-то акцию на открытие, бешишь, не знаю, просто украшаешь магазин и делаешь какие-то небольшие скидки, ты собираешь там полгорода, если это особенно город небольшой. Сейчас клиент более избирателен. Сейчас даже в малых городах уже достаточно много сетевых больших магазинов, или региональных магазинов с хорошим ассортиментом, хорошим ремонтом, хорошим персоналом и сервисом внутри. Поэтому открытие нового магазина уже не является таким праздником для города. Поэтому, да, нам еще больше приходится работать в плане маркетинга, в плане донесения, быстрого донесения до людей, особенно когда это город новый для нас, где нас не было, быстрого донесения до людей, кто мы, что мы, зачем мы сюда пришли, чем мы лучше других, почему нужно идти к нам, а не к нашему конкуренту, а если это малый город, не ехать во ближайший центр большой, а покупать здесь у себя дома. Какие у вас каналы сейчас основные? То есть я понимаю, что вы, ну, до сих пор у вас реклама на телевидении есть и прочее. А как вот сейчас, как-то смещается там же опять фокус куда-то, в какую-то другую сторону? Ну, естественно, он все последние годы смещается активно в онлайн. И так как, ну, в первую очередь, уже понятие как такового клиент онлайн или клиент оффлайн, оно уже, ну, как мне кажется, исчезло, мы все больше и больше людей привлекаем из онлайна, так как он потом будет клиентом, который придет и в магазин, и на сайт. Но, тем не менее, мы не отказываемся от ТВ-рекламы, от наружной рекламы, от радиорекламы. Но мы делаем это более умнее, чем раньше. Мы не закупаем все везде, потому что нужно. Мы делаем это более избирательно. Мы закупаем рекламу, в том числе и на региональном уровне, чтобы усилять те города, те регионы, которые нас больше интересуют, которые для нас более приоритетны сейчас. Но, естественно, бюджеты на онлайн-рекламу ежегодно, как и у всего рынка, естественно, и у нас также увеличены. Вот, касаемо всего рынка, у вас сегодня, вы присутствовали на сессии, где, как я понимаю, были ваши коллеги, обсуждалось как раз то самое промо в ритейле, да? Как вы считаете, вот, может быть, все равно бывают какие-то выводы по итогам сессии? Что больше всего заботит сейчас ритейлеров? Больше всего заботит рост, ну, именно, если касаемо нашей сегодняшней дискуссии, моего направления, рост доли промо, которая ежегодно, я уже тоже на какой-то конференции об этом рассказывал, ежегодно, в конце года, внутри компании, почти во всех ритейлах собирается, там, коммерция, маркетинг, розница и обсуждают, что вот, ребята, был тяжелый год, доля промо зашкаливала к концу года, но следующий год нам жить так нельзя, давайте мы ее будем сокращать, давайте опустим ее до какого-то более допустимого уровня, и следующий год начинается с того, что доля промо еще больше растет, и к концу каждого года кажется уже, что это все, это предел, я сейчас говорю, естественно, про период после 2014 года, кажется, что это уже предел, что уже дальше 50% невозможно, сегодня нам и Деллойт, и Нильсен рассказывают о том, что доля промо уже приблизилась к 70%, и даже это уже не кажется пределом, кажется, что еще будет доля промо расти, расти, расти. И, опять же, по примеру некоторых категорий, не только на нашем рынке, и в бытовой технике, электронике, в фуд-ритейле, некоторые категории дошли уже, по сути, до близких к 100% доли промо, когда эту категорию покупают только в промо, только если есть промо. Ну, так это уже не промо получается? Это уже способ покупки, это уже способ покупки клиентам, способ продажи ритейлом или поставщиком, да, это наше... И как из этого выходить? Вопрос на то, насколько нужно из этого выходить. Есть... Ну, просто в какой-то момент, мне кажется, у покупателя, просите перебил, приучите к тому, что, ну, нет промо его, оно всегда как бы вот... Либо оно всегда есть, что-то за шоколадное место тогда, как бы, да, либо, ну... Это реалии нашего, даже не рынка, наверное, нашей экономики на сегодняшний день, когда, к сожалению, расходы опережают доходы, и даже те люди, которые никогда не покупали по промо, их это не интересовало, за последние годы пришли к промо, потому что понимают в этом выгоду своей, свою выгоду покупки. Нам нужно... Я сейчас говорю не про нас, про компанию, а вообще в целом про рынок. Переводить промо из способа продажи в способ пробования новых продуктов, повышения категории товара, кто к чему мы шли, там, до 2014 года. В этом направлении нужно развивать, но, да, действительно, подмена, покупки обычной промо, но от этого потихоньку нужно уходить, потому что если мы придем по всех категориях, там, к 100%, то есть, да, это уже будет, действительно, правильно сказали, не промо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!